Привет, мои дорогие! Сегодня я хочу рассказать о том, как быстро и очень эффектно покрасить яйца на Пасху. Этот метод очень простой, делается не дольше, чем вы обычно красите яйца, но при этом они абсолютно не такие, как у вас были в прошлом или позапрошлом году. Обязательно сварите яйца в хорошо соленой воде, для того, чтобы они у вас меньше лопались. И будем разводить красители. Красители у меня обычные для яиц. Я их насыпала где-то по пол пакетика каждого красителя в рюмочку. И добавляю по столовой ложке воды сюда и пару капель уксуса 9%. Также одно яйцо я буду делать декупажем от салфетки. И эту салфетку я разделила на три разные салфетки. Кусочек, каждый кусочек разорвала пополам и заматываю в этот кусочек наше яйцо. При этом жмакая салфетку, для того, чтобы получилось побольше складочек. Из-за вот этого количества складочек у нас будет как бы эффект кракелюра. И теперь обычной палочкой с ваткой делаю точечки на своем яйце. Можно делать большими прям пятнышками, можно сделать поменьше. Можно вообще просто покрасить так яйцо одним цветом. Оно просто будет тоже у вас такое, как именно с полосочками. У меня получилось на моих яйцах много синего цвета, из-за того, что желтый смешался с зеленым и получился тоже синий. Поэтому учтите это и можете просто синий, допустим, не добавлять. Хорошенечко промакиваем нашу салфетку, для того, чтобы краска хорошо прошла к яйцу. Иначе у вас будут очень светлые яйца. Прижимаем салфетку, не сильно, чтобы не раздавить наше яйцо. И оставляем минут на 5-10. Как раз, когда мы будем следующие яйца делать, они у нас будут предыдущие остывать. Там, где буду я делать декупаж, обрезала кусочек полиэтилена и приклеиваю его на белок. На обычный сырый белок, для того, чтобы туда не затекала потом краска. И точно так же с этим яйцом, вокруг его обматываю салфеткой и те же самые манипуляции провожу и с ним. Вот такие вот мои яйца лежат и сушатся. После того, как прошло у меня где-то 5-7 минут, решила уже распаковать мои яйца. Их можно, в принципе, оставить аж до самого высыхания. Пускай себе лежат, если у вас время не поджимает. Ножиком я поддеваю, потому что они у меня еще мокрые. И вот такие вот разноцветные они у меня получились. Здесь, где у меня была пленочка, снимаю и получается абсолютно белое яйцо. На него буду клеить часть своей салфетки, которую я вокруг оборвала. Не обрезала, а оборвала. И клею точно так же, просто приложила, а сверху кисточкой, штрихующими движениями приклеиваю на яичный белок. Аккуратненько разглаживаю все складочки. Здесь у меня много белого, поэтому хочу оторвать еще кусочек какого-нибудь бутончика и тоже его там приклеить. Получается очень нарядно, эффектно и красиво. Рисунки могут быть разные, такие, как вы себе сами выберете, купив разные салфетки. Для того, чтобы наши яйца были более блестящими, их можно смазать любым жиром. Это может быть как и кусочек сала, так может быть и обычное растительное масло. Моченый спонжик очень хорошо справляется с этой задачей. Небольшое количество подсолнечного масла и уже по такие вот у нас блестящие и очень красивые яйца получаются. Я надеюсь, вам в этом году пригодится этот метод. Если он вам понравился, обязательно ставьте пальчики вверх, мне будет очень приятно. А с вами был Кекс, до новых встреч, пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok